Микрорайон Светлана. Здесь и новостройки, и очень старые дома. Вот, например, Дмитрий Водин. Дом 1935 года постройки. Газ в квартиры проверили не все жильцы. Проверить наличие договоров на техобслуживание сложно. Все на работе. Пока развесили памятки на двери и уведомления о том, что необходимо обратиться в Сочи Горгаз. По информации специализированной организации, в этом районе 11 таких домов, где необходима проверка газового оборудования. В случае, если жители, которые согласно закону могут напрямую заключать эти договоры обслуживания, отказываются, ресурсоснабжающая организация будет прекращать поставку газа. Мы об этом сейчас, естественно, проговорим, посмотрим, как это будет происходить. И в кратчайшие сроки, в жестком режиме, будем принимать меры. В Хостинском районе проводится мониторинг всех многоквартирных домов, их 689. Выявлено 26 домов, жители которых не заключили договоры с ресурсоснабжающей организацией. Повторные проверки показали, большинство людей задумываются о своей безопасности. Газ заключен в 2018 году, в 31-й. Все нормально? Да, все нормально. Газопровод, шотчик, шотчик. Потому что так положено, поэтому и стали, соответственно, документы все приводить в порядок. Но не все так считают. Например, на Пятигорской, 54-5 договор дома. Сочи горгазом на обслуживание газовой котельной есть, а на обслуживание газовых плит не у всех жильцов. Требуется практически индивидуальная работа с каждым владельцем квартиры. Где-то договор старый, его необходимо обновить. Это, конечно, затраты. Но если не вложиться, можно вообще остаться без голубого топлива. У вас на дом договор не заключается о горгаз. И они могут вас отключить, если ваш домком не обратится на заключение договора на наружную систему газа. Тем не менее, пока вас не отключили, вот требования по пожарной безопасности по газу. Если что-то утечка газа. В рейде принимают участие не только представители Хостинской администрации, но и полиции, сотрудники Госпожнадзора. Даем памятки о том, как полиция газового брода, и что нельзя делать в случае утечки газа. Либо при появлении запаха газа. То есть нельзя зажигать какие-либо или тушить электроприборы. Также нельзя, соответственно, пользоваться спичками и другими, ну, открытым пламенем. То есть, соответственно, запрещено. Необходимо открыть окна, вызвать газовую службу. А в случае уже огня либо дыма, то необходимо позвонить пожарную охрану. 011-101. Экстренный вызов 112. Следующий шаг – это проверка бригадами газовой службы, сетей и внутриквартирного газового оборудования. Направить силы именно на это потребовал глава Сочи Анатолий Пахомов на недавнем планерном совещании в администрации города. Елена Овсицына, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.